Вопрос номер два. Какой тип вулкана характеризуется наиболее мощным выбросом лавы? В процессе обучения важно, чтобы ученикам было весело. Я работаю в начальной школе. Моя цель – проявить ученикам любовь к учебе. Слоистые вулканы могут быть высокими. Кукольные вулканы. Кукольные? О, купа. Купольные вулканы. Когда я стою на кратере вулкана и смотрю вниз, я снова чувствую себя ребенком. Я тут же понимаю, почему все восхищаются вулканами. Мэвик – отличный способ по-новому посмотреть на природу. Его небольшой размер позволяет легко поместить его в сумку. Управлять им просто. С этим дроном мы можем приблизиться к изучаемому объекту. Поэтому с его помощью мы ведем прямой эфир в класс. Привет, ребята! Привет! Привет! И вот мы здесь. Мы стоим на вершине вулкана Паос. Ребята, задавайте ваши вопросы. Рианна? Как вода попадает внутрь вулкана? Большая часть воды попадает в вулкан с дождем. Ученики отправляют свои вопросы в Фейсбук, и они появляются прямо на экране пульта. Мы можем ответить им в реальном времени с помощью телефона, управляющего Мэвик. Это активный вулкан? Да, это без сомнения активный вулкан. Это можно понять по озеру. Видите, от него поднимается пар. Мия. Дроны могут быть использованы в образовании, чтобы стимулировать интерес детей к науке. Это огромная ответственность. Каждый день на меня смотрят 37 детей. Моя работа — мотивировать и вдохновлять их. И что может быть лучше, чем показать им прямую трансляцию с другого конца земного шара? Дроны показывают ученикам места, в которых они никогда не бывали. Лучшая награда — улыбки на лицах моих детей. Нет ничего лучше этого. Единственное, о чем я жалею, что в детстве у меня не было возможности увидеть вулкан так. Все эти классные инструменты для изучения вулканов помогут многим детям стать великими учеными и исследователями. Это прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова